МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в выпуске. Малому бизнесу большое плавание. Развитие малого и среднего предпринимательства в регионах обсуждали на выездном заседании Комитета Государственной Думы России по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Во имя детства. В республике стартовал ежегодный благотворительный марафон именем детства во имя детства. Гимн труду. В культурно-выставочном центре «Радуга» стартовал проект, посвященный Году труда. Чем помочь малому и среднему российскому бизнесу в кризис? Ответ на этот непростой вопрос ищут в Чебоксарах. Солица Чуваши проходит выездное заседание Комитета Государственной Думы России по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Малое и среднее предпринимательство – это самозанятость населения, создание новых рабочих мест, пополнение государственной казны за счет налогов и в конечном итоге рост ВВП. Так что у государства есть веские причины поддерживать реальный сектор экономики. В 2013-2015 годах мы выделили для развития малого предпринимательства среднее предпринимательство полтора миллиарда рублей. Что-то нам удалось сделать, что-то не удалось сделать, но мы знаем, что двигаемся в правильном направлении. Несмотря на усилия, которые принимают регионы, доля малого бизнеса во внутреннем валовом продукте страны пока чуть больше 20%, в то время как в развитых странах около 50%. Когда говорят о проблемах малого бизнеса, то я выделяю три, на мой взгляд, ключевые. Первый из них – это налоговая. Как правило, бизнес всегда жалуется на жесткие и большие налоги. Второе направление, которое мы видим в поддержке или проблемах бизнеса – это административный барьер. Иногда бизнес говорит, нам не нужна никакая поддержка, не мешайте только нам работать. Третья проблема, которую выделил Анатолий Аксаков – затрудненный доступ к финансовым ресурсам. Кризис добавил еще одну – снижение покупательской способности, а значит и спроса на продукцию, которую малый и средний бизнес производят. Все эти проблемы возникли, конечно, не вчера. Правительство страны ведет постоянный диалог с бизнес-сообществом, обсуждая законопроекты еще в стадии их разработки. При общей поддержке бизнесменов была создана Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. К первому июля мы рассчитываем очень сильно на это. Мы закончим работу над так называемым бизнес-навигатором. Этот бизнес-навигатор будет давать малому и среднему бизнесу в массовом секторе в основном, потому что здесь будет проблема рынка. В массовом секторе будет давать навигацию, в какой локации, какой вид товаров-услуг пользуются платежеспособным спросом, какой этот платежеспособный спрос, где можно получить кредит, где можно получить гарантийную поддержку, где можно получить имущественную поддержку. Это только одно из направлений работы корпорации. Доклад ее директора Александра Бравермана как бальзам на душу отметили предприниматели. Приятно то, что правительство и Госдума видят определенные проблемы. Какие-то пути решения сегодня были озвучены. Многое нам нравится. Но ведь самое главное, как всегда в жизни бывает, это не только озвучить проблему, но потом найти ее пути решения. Вот это, как правило, здесь чертит и кровится. Как будет реализация проходить, ну, будем надеяться на лучшее. Более всего нас интересует также, в общем-то, каким образом сегодня законодатель услышит нас или не услышит. То есть мы проведем это совещание, мы выскажем свое мнение, но будем очень внимательно и четко отслеживать, будет ли обратная реакция. Диалог законодателей предпринимательского сообщества будет продолжен. Его результатом должны стать законы, защищающие малый и средний бизнес в такие непростые времена. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. И еще одно важное событие в сфере экономики. Глава Чувашии Михаил Гнатьев и генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Броверман подписали соглашение о взаимодействии. Сотрудничество будет разносторонним, подчеркивают обе стороны. В первую очередь корпорация планирует помогать предпринимателям в получении выгодных кредитов. По такие проценты сегодня банки, по сути дела, не кредитуют. Государство в литре Центрального банка Российской Федерации субсидирует определенные выпадающие доходы для других коммерческих банков. И я полагаю, и рассчитываю на наших предпринимателей, они воспользуются предоставленными возможностями по тем правилам, которые у нас есть, которые утверждены. Не случайно подписание соглашения состоялось на производственной площадке предприятия НПП «Бреслер». Участники выездного совещания решили детально познакомиться с предприятиями-локомотивами малого и среднего бизнеса. Это крайне важно. Мы обязательно посмотрим предприятия, которое производит одежду, и оба специального предприятия, яхтинг. Мы посмотрим то предприятие, которое производит композиты. И на других предприятиях будем уже вместе с вами делать ввод. Но в порядке предварительной проработки мы отсюда менее трех-пяти проектов не увезем. На утреннем заседании говорили и о правовой поддержке предпринимательского сообщества. Необходимы законы, позволяющие развиваться бизнесу и быть при этом защищенным. Бизнесмены считают, что надо перейти от репрессивного кодекса административных правонарушений к такому предупреждающему. И я считаю, что это вполне правильная постановка вопроса. И обязательно будем учитывать предложения чувашского бизнеса при совершенствовании нашего законодательства. Глава Чуваши провел сегодня ряд рабочих встреч с председателем правления Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Бравермана Михаил Игнатьев обсудил вопросы поддержки малого бизнеса, развития производственного и технологического потенциала предприятий. А заместителем министра экономического развития страны Олегом Фомичевым эффективно использование федеральных средств. Создание инновационной продукции, вложение в интеллектуальный потенциал, финансовая поддержка особо масштабных бизнес-инициатив. Все это создает условия для развития малого и среднего предпринимательства. Задачу поставил, что к 2030 году мы объем производимой продукции и в своем основном выражении, чтобы увеличить в два раза увеличение производительности труда, для того, чтобы для тех людей, которые работают, у предпринимателей малого и среднего бизнеса, доходы соответствовали и не были ниже, чем средние по экономике. С учетом того, что возглавили корпорацию, мы надеемся, что будем конструктивно взаимодействовать на взаимовыгодной основе. С другой стороны, предприниматели наши понимают, что природных ресурсов нет. В частности, мы вкладывали инвестиции человека, инвестиции молодых людей через идеи, через проекты, чтобы создавать новые товары, оказывать новые качественные услуги. Александр Броверман участвует в работе выездного заседания Комитета Госдумы по экономической политике. В программе знакомство с динамично развивающимися предприятиями. Для себя выделили несколько таких базовых предприятий, которые сегодня готовы уже к тому, чтобы эффективно воспринять ту поддержку, которую готовы оказать федеральный центр. Отдельная тема – возможность аукционного участия представителей малого и среднего бизнеса в Чувашии в закупках для госкорпораций. Сегодня же глава Чувашии встретился с заместителем министра экономического развития России, председателем совета директоров российской венчурной компании Олегом Фомичевым. Мы очень эффективно взаимодействуем с Чувашией, с министерством экономики. И в рамках программы малого бизнеса у нас регион один из не такого большого количества регионов, в которых стопроцентная эффективность освоения средств. Поэтому всегда у нас находитесь в первой группе, и вы в полном объеме получаете средства, которые мы в рамках лимитов там можем выделять. И мы сюда приезжая, и общаясь с вашими коллегами, посещая те объекты, которые создаются, видим, что все делается прям строго в соответствии с теми обязательствами, которые вы на себя берете. Это всегда очень приятно, это нам дает возможность и дальше вам спокойно помогать. Михаил Игнатьев поблагодарил Олега Фомичева за эффективное взаимодействие. Надеюсь, что такое взаимоугодное и конструктивное сотрудничество будет на нас наложено и в дальнейшем. С начала этого года в пенсионном законодательстве произошли изменения. Жители республики уже начали получать февральские пенсии и выплаты, но еще не совсем понятен новый порядок их выдачи и индексации. Чтобы разъяснить ситуацию, в Чувашии организовали межведомственную горячую линию. На вопросы отвечали управляющие отделением пенсионного фонда России по Чувашии Роза Кондратьева, начальник отдела Минтруда Республики Елена Зайцева директор Центра о предоставлении мер соцподдержки Ирина Дроздова. Меры социальной поддержки с этого года стали адресными. Такое решение принято правительством страны в связи с непростой экономической ситуацией. Поэтому многих пенсионеров беспокоил вопрос льготных выплат ветеранам труда. И ветеранам труда, которые по российским законам звание присваивается, и ветеранам Точувашской Республики предоставляются совершенно одинаковые льготы. Это ежемесячный денежный выплат от 1082 рубля и денежная компенсация за услуги связи. После принятия закона Точувашской Республики эти льготы предоставляются после прекращения трудовой деятельности. Когда мы перестанем работать, нам тогда будут платить, да? Да, конечно, вам возобновят эти выплаты. Надо просто будет обратиться в отдел соцзащиты, написать заявление, вам выплаты возобновят. Изменялся и порядок предоставления мер соцподдержки, в том числе для участников и ветеранов войны. Я раньше получал ЕДВ ЖКХ 391 рубль. С первого года отменили вот эти деньги, а теперь правила предоставления льгот к опенсации, как сейчас называть должны, придуманы или нет, госсовет. С февраля месяца выплаты будут в виде компенсации. Как говорится в федеральном законодательстве, 50% от платежей за жилищно-коммунальные услуги. То есть льготы не отменили. Как выплаты были, так они будут, только размер будет совершенно иной. За два часа на горячую линию поступило 44 звонка. Некоторые вопросы требовали детального изучения. Ответы на них граждане получат уже в личном порядке. Все, кто не смог дозвониться, могут обратиться в нужное ведомство в приемные дни. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Республике дан старт благотворительному марафону именем детства во имя детства. В Чуваши он проходит 19-й раз. Его торжественное открытие состоялось в Новочебоксарской школе для детей с ограниченными возможностями. Дмитрий Ковалев. Продолжу тему. Для себя счете или для кого? Для себя. Или учителя для себя заказывают? Класс. Нет? Заказывающие сделаете? Костюмчик с учете. Ученицы этой школы уже сейчас готовы дать фору любой профессиональной швее. Своими руками они создают не только обычную одежду, но и пытаются шить национальные костюмы. Ребят помладше здесь обучают ремесленничество. Лучшие работы выставляют в фойе и дарят гостям. Спасибо. Спасибо. Это первая кофе? Да, все. Спасибо. Молодцы. Без добрых друзей коллективу школы было бы сложно. В прошлые годы за счет средств марафона здесь оснастили швейную мастерскую и кабинет логопеда. В этот раз гости тоже пришли с подарком. Школе вручили сертификат на 50 тысяч рублей. Эту сумму планируют потратить на ремонт классов и спортивного зала. В прошлом году мы стали проводить капитальный ремонт спортивно-оздоровительной зоны. Начало мы положили, закупили спортивное оборудование. Теперь мы планируем провести капитальный ремонт волейбольной площадки, футбольной площадки. Должны быть основания, ограждения. В прошлом году в копилку благотворительного марафона поступило более 7 миллионов рублей. На эти деньги закупили препараты для больных детей, оказали материальную поддержку малообеспеченным семьям, приобрели мебель и игрушки для детских домов и интернатов. Активное участие в марафоне каждый год принимают члены Республиканского союза женщин. Собираем средства с наших отделений в городах и районах для помощи, в первую очередь, особенным детям и родителям особенных детей. В частности, у нас есть проект «Дети-аутисты». Этой темой вообще мало кто занимается в России, единой программы нет. Количество участников марафона растет с каждым годом. Организаторы отмечают, что первая сумма в копилку детского фонда поступила уже за полторы недели до официального старта благотворительной акции. Причем рыцарями детства все чаще выступают обычные люди. Здесь важно подчеркнуть, что Российская Федерация у нас в международном рейтинге вышла на первой позиции по уровню вовлеченности в добровольческую и в пожертвовательную деятельность. На первой позиции. Свой взнос на счет благотворительного фонда сделал и глава республики Михаил Игнатьев. С бюджета на все направления деятельности по расходной части, конечно, денег не хватает. И полагаю, не рассчитывая на предпринимательские сообщества, что в этом году они еще лучше оценят свои возможности и больше будет отчислений в разные другие благотворительные фонды. Марафон по традиции будет проходить несколько месяцев. Организаторы очень рассчитывают на поддержку жителей. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. О современной школьной форме говорили сегодня в администрации столицы. Хотя вопрос этот находится в компетенции попечительских советов, средних учебных заведений. Органы власти не снимают от себя ответственности. Формы должно быть много и разные. Для того, чтобы родители не объезжали весь город в поисках нужного варианта, прозвучало предложение создать школьную ярмарку. По продаже школьной формы, школьной принадлежности. Если раньше мы в городе проводили такие ярмарки уже июль-август, как раз вопрос был затронут, чтобы эта ярмарка была круглогодичной и постоянно действующей. Таким образом, школьную форму можно будет купить или обновить и в середине года. В идеале в ярмарочном комплексе должно быть ателье-мастерская, где купленный комплект можно будет подогнать под фигуру. Один из производителей предложил под ярмарочный комплекс свои складские помещения. По его идее, там может расположиться и подиум для демонстрации одежды. Однако не все производители одежды считают целесообразным открытие специализированной ярмарки. Все производители наши, местные Чуваксарские, у них у всех есть магазины в шаговой доступности. То есть у всех практически эти магазины сформировались давно уже. То есть если мы организуем, предположим, теоретически, ну, допустим, вот в Мегамоле, да, школьный мир откроют. Вот замечательно. Продукции та же самая будет вот в этом Мегамоле, что и, допустим, в магазинах, да, которые находятся в Новоюжном районе. То есть родители должны будут приехать в школьный мир, так называемый, в Мегамол, и купить какую-то продукцию. Хотя они могут эту продукцию купить, по большому счету, вот в Новоюжном. Прибыль чебаксарских предпринимателей от создания ярмарочного комплекса только возрастет, уверен глава города Чебаксара. Другим производителям преференции нет. Преференция только должна быть нашим местным производителем. И очень много у нас приезжает сешкаралы. Они любят МТВ-центр, Мегамол наши центры. Даже вот выезды с соседних регионов, руководство школы можно тоже организовать. Так что создание ярмарки под говорящим названием «Школьный мир» – скорее всего, дело уже решенное. Открытие планируется на конец мая. Но до этого предстоит решить еще немало вопросов. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. Ленинский районный суд столицы республики вынес приговор в отношении двух чебаксарцев. Мать двоих детей вместе со своим другом полгода держали наркопритон. КДН, содержащий медпрепараты, необходимые для приготовления дизаморфина, мужчина приобретал за счет своих клиентов. В ходе обыска в квартире наркополицейскими найдены шприцы, посуда и ингредиенты, необходимые для изготовления дизаморфина. Все реактивы хранились на кухне под раковиной в обычном пластиковом пакете. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Также он обязан пройти курс лечения от наркомании. Женщина же признала свою вину и раскаялась в содеянном. Наличие несовершеннолетних детей стало смягчающим обстоятельством при вынесении судебного приговора. В итоге ей назначили два года лишения свободы условно. Канажский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, совершившего убийство. В мае прошлого года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения убил 28-летнего мужчину. Как выяснилось, убийство было совершено по ошибке. Изначально преступник планировал расправиться со своим знакомым, с которым поссорился ранее, но перепутав, убил двоюродного брата-обидчика. Злоумышленник нанес ему более 50 ударов кухонными ножами и не менее 8 ударов деревянной скалкой по различным частям тела, в том числе в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся с места преступления. По решению Канажского районного суда преступнику назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Гимн труду. Под таким названием в культурно-выставочном центре «Радуга» стартовал специальный проект. О его смысле и значение в нашем сюжете. Столевары, вальщики леса, строители, механизаторы. Список представителей рабочих профессий велик. Многие из них нашли воплощение в живописи времен социалистического реализма. Репродукция советских художников – это и есть гимн труду, ведь когда-то вся наша страна была огромной стройкой. На выставке представлено воспроизведение классической живописи и плакатного искусства советского периода. Представлены замечательные работы знаменитых русских художников Аркадия Пластова, Александра Самохвалова, Владимира Маковского, где запечатлена деятельность трудовая на стройках, на отказских станках, на поле. Ретроспективу славных страниц трудовой истории писали и в республике. Уникальные фонды представил Госархив Чувашии и Музей Чебоксарского механико-технологического техникума. Строительство текстильного комбината, гидроэлектростанции на Волге, возведение новых жилых массивов в столице Чувашии – рекордные урожаи. Героические будни жителей тоже нашли отражение в нашем искусстве. Кстати, проект «Гимн труда» – победитель конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций Чувашии. Это нужен проект. И это выставка, которая синтезирует в себе, и в том числе действительно раритетные вещи. Это знамена, это награды у тех, кто трудился, как стахановец, который трудился и перевыполнял нормы в два раза. То есть это было не 100%, а 200%. Мы говорим о том, что нужно чтить тех, кто когда-то постарался до последующих поколений. Для нас с вами. И мы, по сути, живем на том, что они создали. Мне кажется, в первую очередь это нужно показывать молодым людям, чтобы они знали, что сегодня маленькие детки выступали, что каждая профессия важна, и роль каждого человека важна в государстве. Не важно, ты пока маленький человек или ты большой. Не важно, ты учишься в школе, но ты уже трудишься, ты уже стараешься как можно больше впитать в себя знания. В этом проекте участвуют 13 районов республики. В каждом из них есть свои герои в достойной памяти. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Дед Мороз снова в городе. В Чебоксарах прошел сказочный праздник. И дело не в том, что по восточному календарю наступил год огненной обезьяны. В ДК тракторостроители подвели итоги новогоднего проекта «Время отдыхать в Чувашии». Отдыхаешь и за это еще и подарки получаешь. Это не сказка. Это проект «Время отдыхать в Чувашии», который успешно стартовал в республике. В новогодние каникулы всех жителей и гостей Чувашии приглашали посетить развлекательные мероприятия в пяти районах республики. И поставить там в специальную карту печать Деда Мороза. Мы собрали все очень большие компании. Нас было 13 человек. Мы на трех машинах ездили каждый день. Честно зарабатывали печати. Дома сидеть 10 дней тоже с ума сойдешь. Поэтому решили покататься, посмотреть. Екатерина признается, сначала ей не очень хотелось оставлять теплую квартиру с телевизором и гулять с детьми на морозе. Но подарок за все печати очень манил. Это абонемент на бесплатное посещение в течение всего года аттракционов в Лакрейском лесу, Ледово, Катка, Чебоксары-Арена и театров города. Получили такую карту – 311 счастливчиков. Мы любим спорт, мы дружим спортом. Поэтому одна из причин, может быть, что сказали, что вот такие вещи дадут нам. И мы заинтересованы были. Поэтому теленаправленно ездили. Не только ради получения какого-то удовольствия, но и ради получения данной этой карточки. Подсчитано и общее количество участников проекта. С 3 по 7 января в Мариинско-Посадском, Цивильском, Чебоксарском, Ядринском районе и в Новочебоксарске побывали почти 22 тысячи человек. Нам больше, наверное, понравилось «Марк-Посаде», да, девочки? Мы там проводился бал около елки, там и взрослые дети танцевали. К сожалению, мы не знали о нем. Поэтому у нас не было костюмов. Но мы прям в теплых штанах, кофтах танцевали вместе со всеми. Нам было очень интересно. Нам больше всего, наверное, понравилось в «Малом Сандыре». Вот там на собачьих упряжках катались, на лошадях. Пять новогодних маршрутов – лишь начало масштабной работы по развитию туризма. Сейчас разрабатываются и другие. Время отдыхать в Чувашии уже наступило. Тики-так, хоп-по, тики-так, хоп-по, и нами сейчас все как века. 9 февраля – день рождения героя гражданской войны нашего земляка Василия Ивановича Чапаева. За храбрость и героизм он был четыре раза награжден Георгиевскими крестами и получил чин под прапорщика. С 1917 года стал командиром 138-го запасного пехотного полка. А уже в 1918 году был назначен комиссаром внутренних дел по Николаевскому уезду. Командовал красногвардейским отрядом, который подавлял кулацкие мятежи в этом уезде. В апреле 1919 года принял под свое командование 25-ю стрелковую дивизию, которая сыграла важную роль в контрнаступлении Красной армии против колчаковских войск. За проявленное мужество Чапаев был награжден орденом Красного знамени. Он погиб в 32 года, однако посмертная слава превзошла всемыслимые и немыслимые границы. Его вспоминают как человек из народа, простого, но смекалистого, образ которого надолго запечатлен в народном фольклоре. Очень приятно, что на родине деда так его помнят, чтят. И мне хотелось бы, чтобы все брали с вас пример и своих земляков также уважали. Мне очень приятно иметь тесные связи с представительством Чувашии здесь. Мы всегда их поддерживаем, всегда откликаемся на их просьбы. И мы желаем народу Чувашии успехов. Эту памятную в российской истории дату отметили и в Москве. В столичном парке Сокольники прошла первая московская Чапаевская лыжня, посвященная кавалеру четырех георгиевских крестов и георгиевской медали командиру знаменитой 25-й стрелковой дивизии. На лыжне было несколько дистанций. В зависимости от возраста каждый выбрал свою. Все участники забегов получили дипломы и сертификаты, а победители – кубки, грамоты и специальные призы. Атмосферу праздника дополнили чувашские народные песни, а подкрепить силы можно было солдатской кашей и горячим чаем. Сразу после выпуска новостей на нашем канале смотрите программу «След в истории», посвященную Василию Ивановичу Чапаеву. Я с вами прощаюсь и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова